Губернатор Свердловской области Евгений Куйбышев сказал, «Инопром – наше достижение и наша гордость». Еще в 2012 году губернатор поставил задачу сделать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части «Инопрома» имели конкретный результат для Свердловской области. С этого момента значительно выросла содержательная часть деловой программы. Евгений Куйбышев особо подчеркнул, На «Инопроме» наши предприятия заключают контракты, а значит, создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут социальные обязательства перед жителями городов. Не говоря уже о дополнительных налогах, на которые мы строим школы и больницы. Именно благодаря «Инопрому» Свердловская область сохраняет лидирующие позиции в производстве. Не всегда это легко понять, но сегодня именно так работает современная экономика. Многие соседние регионы хотели бы, чтобы подобные выставки проходили у них, но проходит она у нас. Это наше достижение и наша гордость, отметил Евгений Куйбышев. О важности и пользе таких мероприятий, как «Инопром» рассказал генеральный директор ПАО «Урал-Азбест» Юрий Козлов. Юрий Алексеевич, международная выставка «Инопрома-2021», она приносит какую-то практическую пользу для предприятий? Международная выставка – это, в первую очередь, промышленная выставка. И о важности ее говорит тот факт, что в этой выставке принимал участие и открывал ее премьер-министр нашей страны. И мы все понимаем, что это, в первую очередь, коммуникационная площадка, на которой приходится много работать, встречаться, участвовать в заседаниях, подписывать долгосрочное соглашение. Уже стало хорошей традицией то, что на этой площадке мы встречаемся с нашими партнерами и подписываем долгосрочное соглашение о сотрудничестве. И в этот раз эту традицию мы не нарушили. Мы встретились с нашей старой знакомой белорусской компанией под названием «БелАЗ». В прошлые годы ее возглавлял пархомщик Петр Александрович. И сегодня на эту выставку он уже приехал в качестве министра промышленности. И мы с ним тоже постричались, пообщались, определили приоритеты в надежде на то, что наше сотрудничество будет продолжаться. И мы с «БелАЗом» подписали новое соглашение о сотрудничестве на ближайшие несколько лет. И будем активно в этом направлении двигаться. Пользы очень много от «Инопрома». Абсолютно верное решение. С 2010 года в рамках международной промышленной выставки «Инопром» подписано около 400 соглашений на общую сумму порядка 500 миллиардов рублей. Так, например, в 2015 году подписано соглашение о создании научно-производственного консорциума по аддитивным технологиям с международным участием. К настоящему времени в Свердловской области, в Новоуральске, налажено производство 3D-принтеров и материалов для порошковой металлургии и 3D-печати в рамках импортозамещения. В 2019 году в рамках «Инопрома» заключено соглашение по строительству завода для производства цементного клинкера. Завод построен в Сесерти. Создано 120 новых рабочих мест. Свердловские строители в итоге получили белый цемент на 30% дешевле за счет сокращения расходов на доставку. Кроме того, в рамках реализации проекта построена газораспределительная станция, мощности которой используются для газификации Сесердского района. В том же 2019 году подписано соглашение по строительству молочно-товарной фермы, которая будет производить 41 тонну молока в сутки. Ферму планируют открыть до конца этого года в селе Сажино Артинского городского округа. Здесь будет создано 21 новое рабочее место. С 2015 года странами-партнерами стали Китай, Индия, Япония, Турция, Италия. Юрий Чиликин, Новости АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова